Всем привет! И давайте разберем некоторые особенности Unreal и посмотрим, что есть в этом проекте. Еще раз мы просмотрим немножко более детально, но тоже поверхностно, чтобы вообще понимать, из чего построен, например, данный template проект. Итак, давайте для начала посмотрим и выясним одну интересную вещь. Например, мы зашли в игру, зашли в аудио и, например, открыли этот файл аудио в Explorer. Если мы откроем, то мы посмотрим, что расширение файла не mp3, не wav, а uasset. То же самое касается, если мы откроем любых других вещей, материалов. А даже если мы откроем характера бота, текстуры, мы увидим все равно uasset, а не png или еще что-то другое. Меши тоже uasset, то есть никаких obg, fbx и так далее. Анимации uasset. И интересная вещь, потому что в Unity не так. Как в Unity, например, и в других игровых движках. Игровые движки оставляют форматы для тех же mp3 файлов, то есть музыкальных файлов, текстур, картинок и так далее и тому подобное. Но Unreal все упаковывает в uasset, поэтому нельзя просто так взять и перекинуть файлик с одного игрового движка в другой, потому что здесь уже меняется формат. То есть все файлы, которые вы сюда закинете, в Unreal, они будут изменены. Конечно, не прям все файлы. То есть, например, можно оставить, в принципе, как контент картинки. Эта картинка все-таки, например, останется в png. Но если вы экспортируете что-то конкретное для проекта, то, скорее всего, оно приобретет форму uasset. Почему так? Так, то, что я нашел, это то, что Unreal делает файлы в uasset, потому что они становятся бинарными. То есть он просто берет и делает из файлов сырую дату, если так можно сказать. И из-за этого намного легче и быстрее грузить файлы. Так как Unreal больше используется для больших проектов, то слишком много файлов могут храниться. И чтобы их быстрее можно было загружать, выгружать, как раз используется uasset. Также второе, что я нашел, это то, что эти uasset, они могут, в принципе, как и любой другой формат, в формат можно дописать какую-то свою метадату. То есть какие-то свои данные дополнительные. И Unreal как раз дописывает в эти файлы свою дату для более эффективного поиска и так далее. Вот то, что я нашел по этим uasset, поэтому важно знать, что Unreal-овские файлы конвертируются именно в этот формат. Неважно, это блюпринты или еще что-то. Кроме, конечно же, C++ файлов, они остаются в C++. Окей. Давайте еще посмотрим, что у нас есть. И у нас есть, например, аудио. То есть мы сюда перекидываем аудиофайл. И Unreal любит работать именно с форматом вау. Но, чтобы его проиграть, нам нужно его куда-то прицепить. Например, мы можем сделать на аудиофайле Q. Можно, например, нажать Create Q. И это простой способ, как здесь сделать так, чтобы вы проигрывали какое-то аудио. Что делает Q? Q вам позволяет настраивать дополнительные параметры, которые здесь мы видим. И настраивать дополнительные ноды. Например, нода Random. Мы можем поместить Input, поместить Output, добавить пинов. Сюда добавить больше аудио, например. И оно будет рандомно выбирать. То есть есть какие-то ноды, ноды миксера и так далее. Ноды Looping. Но можно и здесь нажать Looping. То есть не обязательно нода для этого. То есть можно микшировать между собой звуки, добавлять дополнительную функциональность, сделать дилей и так далее. Можно объединять группы звуков, например, в группу эффектов. И, например, вы видели в меню часто в играх можно отключать или уменьшать звук на эффектах только, а на музыке оставлять. Либо наоборот уменьшать звук на музыке, а на эффектах оставлять. То есть можно закидывать в группу. Можно добавлять Attenuation Settings, позволяющие вам затухать. То есть показывать, когда ваш звук затухает. Например, вы здесь поставили звук, а здесь находитесь вы. Кидайте Attenuation Settings, то есть его нужно создать. Можно, в принципе, здесь в аудио создать Attenuation Settings. Вот. И можно потом настроить по радиусам, где ваш звук будет приглушаться, где вообще пропадет. Ну, такое часто бывает. Вот. Не хочу сейчас все показывать, но важно понимать, что это такое и что с этим можно делать. Вот. Можно настраивать общий мультиплеер громкости. Питч можно контролировать и так далее. Питч это высота звука. Например, для двигателя машины можно увеличивать питч. Это будет равносильно ускорению, как работает двигатель. Но я думаю, вы понимаете. Вот. Также дополнительные настройки, но мы пока их не будем о ней говорить. Есть более новая для Unreal 5 система не Q, а MetaSounds. MetaSounds более продвинутая. Здесь можно покруче микшировать звуки. Вот. Мы тоже не будем это все разбирать. Возможно, когда-то. Есть интересные другие видео на YouTube по MetaSounds. И там можно создавать различные звуковые эффекты. Если вы саунд-дизайнер, то вам это пригодится. Если вы программист, то вам, скорее всего, это не пригодится. Либо пригодится просто, чтобы уметь подключать эти звуки. Уметь их хотя бы добавлять. Уметь добавлять проигрывание звука и так далее. Вот. Пока что это все по звукам. Дальше давайте посмотрим быстренько дополнительные. Мы уже видели блюпринты, но не видели, например, эффекты. Давайте посмотрим эффект Dissolve. Мы посмотрим вкратце. То есть для Dissolve можно разные механизмы использовать. Можно создать материал свой. В принципе, здесь так и делается. Есть Noise. Обычно Noise это шумы, которые генерируются либо автоматически, либо вот с помощью текстуры. Зачем оно нужно? Если вы видите, здесь есть белые и черные точки. И они, скажем так, сгенерированы по-своему. Есть различные алгоритмы генерирования шумов. И зачем они нужны? И обычно можно добавить, например, мы условно говорим, что на белых точках мы показываем какой-то цвет, а на черных мы можем не показывать. Ну или не цвет. Например, черное можно сказать, что это, скажем, белое это высота, а черное это отсутствие высоты. То есть есть карты высот. Например, вот здесь мы видим ровный ландшафт, а здесь выпуклый. Можно сделать карту высот, которая вот именно по белым точкам, например, будет считать, что здесь нужно сделать выпуклость. И чем белее точка, тем выше. Ну, можно так считать. Можно условно договориться, что это разбивание на каналы цветов. Например, RGB канал. И в R, канал в красный, мы помещаем, например, металличность какого-то материала. И говорим, что если чем белее здесь цвет, тем больше металличность у данного материала. То есть можно по разному массу придумать вещей, для чего можно использовать noise. Здесь он используется для дизолва. Эффект дизолва, давайте посмотрим, это растворение. В данном случае оно растворяется просто, разлетается в разные стороны силуэт нашего робота. Вот, есть по-разному эффекты дизолва. Есть просто они уменьшаются, как сказать, просто кусками оно начинает пропадать, изображение. Это тоже дизолв. Вот здесь у нас есть материал, который вот что-то делает. Обычно из чего состоит материал, это либо цвет. Мы можем кинуть ноду цвета, здесь поменять цвет, потом либо в инспекторе, либо еще где-то, либо в коде. Значит, теперь у нас такой цвет будет. Вот, дальше логика, как мы там умножаем этот цвет, вычитаем цвет, делаем какие-то линии. Вот здесь мы применяем наш noise. То есть, мы будем, вот если мы покрутим материал, этот noise будет понимать, что здесь там меньше этого цвета, здесь больше и так далее. Вот. Мы не будем детально разбирать этот материал, просто как пример, что это такое. И есть, например, какая-то система частиц. Здесь применена система частиц вместе с материалом. Что такое система частиц? Сейчас, если бы мы создали новую систему частиц, давайте базовую какую-то частицу, фонтан, например, создадим и посмотрим. Вот у нас фонтан, то есть спавнится частица. Она спавнится по времени, то есть, там, например, каждая spawn rate надо посмотреть. 90 частиц спавнится, например, каждую, не знаю, секунду. Нужно посмотреть, когда. Здесь цикл 2 секунды. Вот. То есть, просто спавнятся частицы. Мы можем заменить эти частицы на дым, например. То есть, маленькие частицы с материалом дыма. Либо маленькие частицы с материалом огня. И так далее. Можем увеличить их spawn rate, время спавна, время их жизни. Здесь применена еще гравитация. Вот gravity force. То есть, они идут вниз. Если мы ее отключим через галочки, то частицы будут всегда идти вверх. Можно перевернуть частицы. Наоборот, сделать gravity force слишком большим. Здесь 9,8 применено. Мы сделаем в 10 раз больше. И оно всегда будет вниз идти. Сделаем такой эффект снега. А shape это, скажем так, форма. Например, здесь сферическая форма. То есть, оно спавнится в радиусе сферы. Давайте сфер радиус увеличим. Большущий сделаем. И оно будет еще больше. Можем сделать цилиндр. Можем еще какой-то бокс сделать. И оно будет вот как снег. Если мы увеличим площадь и уменьшим spawn rate, например, до 10 частиц. Но увеличим площадь. Эмиттер сделаем подольше. То есть, можно как-то экспериментировать и делать свои эффекты, которые нам нужны. Ну, это на снег не похоже. Но я думаю, идею вы поняли. Здесь есть ноды. Мы можем эти ноды добавлять. Добавлять в зависимости от категории. Например, здесь у нас particle update. То есть, здесь будет каждый апдейт применена какая-то нода. Например, нода gravity. То есть, каждый апдейт применяется сила гравитации. А здесь, например, initial spawn. То есть, применено начальные настройки, которые не нужно менять каждый кадр. То есть, изначально мы задали размер, который мы спауним в боксе. То есть, просто форма объекта, с которым мы спауним частицы. Либо velocity. То есть, скорость, с которой мы спауним. Например, минимум 500. Мы сделаем минимум 10. Максимум 200. И уже немножко больше на снег похоже. Например, 20. Но гравитация слишком большая. Давайте гравитацию уменьшим на 10. И немножко больше на снег похоже. Ну, грубо говоря, да. Мы можем добавлять эти все настройки. И делать свои эффекты. Можно комбинировать эффекты. Можно выбрать, с помощью чего мы хотим эффекта задавать. CPU или GPU. Разница большая. Потому что CPU лучше, скажем, работает с коллизией. То есть, оно лучше отследит коллизию частиц. GPU может не отследить коллизию, не всю коллизию. То есть, некоторые частицы будут проходить через поверхность. Если вам это не важно, то можно. Плюс, если вы отвернетесь и все равно часть будет видна, а частица, она может пропасть, если вы будете использовать CPU. Но ключевое различие в том, что CPU может четко симулировать частицы, а GPU он может не четко симулировать. То есть, не просчитывать все детали, особенно физические детали, отскакивание, соприкосновение частиц и так далее. Но зато он может параллельно много частиц добавлять. Поэтому GPU-частицы обычно стараются использовать для визуальных эффектов, а для каких-то более точных CPU-частицы. Но это все условно, потому что все время совершенствуются подходы и алгоритмы. Поэтому, возможно, когда-то GPU заменит CPU и никогда не будет CPU-частиц. Это мы вкратце посмотрели частицы. Давайте посмотрим еще что-то, что здесь есть в проекте. Просто здесь материал smoke. Как он получился. Есть какая-то текстура с какими-то пузырьками. Мы это все умножаем с альфа-каналом, с прозрачностью. Обычно прозрачность в альфа-канал закидываю. То есть, вообще, здесь может быть все что угодно в каналах. Все зависит от создателя текстуры, например. Он может закинуть в R-канал, например, металличность объекта, в G-канал, там еще что-то. Или просто цвет закинуть. То есть, все что угодно. Здесь мы делаем fade. То есть, вот эту всю красоту мы fade-им. То есть, уменьшаем в ней яркость, скажем так, к черному, как я понимаю, на расстоянии. Ну, в общем, что-то такое. И получается эффект дыма. Опять же, это условно. И дальше не агара. Опять же, куча этих частиц. Вот есть такой эффект. Есть эффект чего-то такого. Вот больше на дым. Есть несколько систем, систем спавна частиц. Есть старая система и есть не агара. Не агара это новая система. Она немножко более продвинута. Но старая живет, потому что нужно поддерживать старые проекты. Плюс много материалов, например, того же Marketplace и так далее. Есть вот старую систему. Поэтому старая система еще будет долго жить. Но, тем не менее, есть новая система. Поэтому мы будем, скорее всего, с ней сталкиваться. Опять же, как программист, вы вряд ли будете постоянно лазить и настраивать эффекты. Да, вы можете там какие-то параметры подправить, что-то добавить, что-то поменять. Но, скорее всего, вы этим не будете заниматься. Поэтому мы смотрим это все поверхностно, пока что. А когда нам понадобится, мы посмотрим более детально. Опять же, здесь нет супер чего-то интересного. Анимации еще есть. Например, есть просто анимация. Вот. Здесь панель для работы с анимацией. Здесь список анимаций. Можно создать blueprint, который будет объединять эти анимации и будет что-то с ними делать. Можно создать просто animation. Animation blueprint. Можно создать монтаж. Мы потом поговорим, в чем разница. Вот. Есть различные blend спейсы. В них можно задавать направление движения. Вот здесь 2D blend space. В зависимости от скорости. И от поворота, как я понимаю. Мы можем закинуть различные анимации. Например, есть анимация бега вправо. Мы ее сюда кидаем. Бега влево сюда, например. И таким образом мы можем делать blend. То есть делать смешивание одной анимации с другой. Анимация idle. Еще с какой-то анимацией. Вот. Мы можем поместить условно через control и мышку. Мы можем посмотреть, как будет проигрываться анимация, например, ходьбы. А здесь, так как у нас зависимость от скорости, сюда мы кидаем анимацию бега. И потом различные числа выставляем. Вот здесь для анимации мы... Для анимации ходьбы ставим скорость 96, а для анимации бега там 278. Потом в коде мы вызываем направление, куда мы движемся. Передаем скорость. А blend space понимает, какую скорость мы передаем. И какие анимации и промежуточные значения сделать. То есть мы кидаем одну анимацию и вторую анимацию. А blend space делает смешивание этих анимаций. Надеюсь, так понятнее. То же самое и с поворотами. Он наклоняется влево, вправо. Есть 1D blend space, когда мы просто даем зависимость от скорости. Вот. И все. То есть передаем скорость джампа. И он проигрывает одну анимацию, например. Можно создать побольше blend space. Можно создать анимейшн монтаж. Монтаж позволяет нам добавлять метки в анимацию, например. Мы можем поставить метку, что именно в этот период, когда он, например, дотрагивается до чего-то. До кнопки, например. Послать сигнал, что он дотронулся до кнопки. Именно в этот момент сделать какое-то действие. Чтобы не было, например, действия на начале анимации. Например, персонаж бьет кого-то. Чтобы нанести урон именно в момент удара. А не в начале анимации, либо в конце. Также можно в Unreal в анимационных монтажах добавлять проигрывание эффектов. Проигрывание звуков. И так далее. Проигрывание анимаций других. Вот. Можно контролировать анимацию с помощью еще кривой. Например. Что здесь больше. Там в зависимости анимации проиграть. Меньше. Нужно смотреть индивидуально под анимацией. Нам это не так важно. Мы будем, скорее всего, как программиста, настраивать уже либо готовую анимацию. Либо, не знаю. Можно, конечно, настраивать другую анимацию. Вот. Но не факт, что мы будем работать с анимационными монтажами. Постоянно. Окей. Из других, в принципе, просто скелет персонажа. К нему там добавляются анимации. Это уже делает кто-то другой. Например, аниматор. Либо вы берете готовые анимации. Применяете их к вашему скелету. Вот. Мы, как программисты, уже настраиваем что-то другое. Больше логику, чем визуал. Окей. Надеюсь, это тоже было интересно и полезно. И всем пока.